стальная кавалерия грудинина к проведению специальной полевой операции и готова как говорится война войной но посевная по расписанию полным ходом идет подготовка к выходу в поля для посева овощей урожая 2022 года 4 апреля понедельник подготовленную за зиму сотрудниками центральной ремонтной мастерской технику выставили для прохождения ежегодного технического осмотра утром мехмастерских перед трактористами выступил начальник цеха механизации главный инженер петров александр михайлович он озвучил собравшимся порядок прохождение техосмотра ну начинаем ежегодный техосмотр проверки тракторов сельхозтехники прицеп и агрегатов все документы на руках на технике представители технической инспекции объяснили правила обновления прав управления трактористы ежегодно вам напоминаем о том что удостоверение тракториста машиниста имеет срок 10 лет следите пожалуйста за тем чтобы вовремя заменить замена удостоверения производится через мфц к нам в инспекцию ехать не нужно своем напутственном слове директор зао павел грудинин призвал механизаторов бережно относиться к собственному здоровью и импортной техники я поскольку уеду сегодня поэтому два раза говорит не буду один раз скажу ну к техосмотру подготовились более-менее хотя конечно тяжелое время когда записных частей нет все это усложнилось многократно прежде призываю вас к тому чтобы вы берегли свое здоровье это самое главное богатство софта поэтому просьба относиться к своему здоровью и здоровью техники так как будто это родное ну и что в добрый путь надеюсь все пройдет успешно два инспектора сегодня будут проверять всю трактор на машина тракторный весь парк парк сельхозмашин ты в час уже скажут но я надеюсь что у нас все хорошо нас традиционно мы готовили всю технику отлично но есть проблемы проблемы связанные с запасными частями проблемы с тем что техника к сожалению мы думали мы радовались что она у нас импортная теперь она при отсутствии запасной части встанет просто поэтому мы работаем над тем чтобы какие-то найти входные пути маневры какие-то сделать трактористы значит сейчас к сожалению проблема с то есть старые кадры наши в силу возраста ухода на пенсию значит их все меньше и меньше а молодежи которые бы хотела работать трактористами конечно не хватает и мы готовы оплачивать обучение значит сдачу экзаменов хотя сейчас очень усложнилось ну и привлекать конечно украинцев тех которые приехали сюда для того чтобы уехав из украины для того чтобы здесь как-то адаптироваться мы их тоже ждем готовы тоже давать им возможность проживать у нас и естественно хотим чтобы они стали трактористы техосмотр проводился на площадке перед мастерскими выстроившиеся в ряд трактора проверяли по очереди инспектор просил зажечь ходовые огни проверял наличие аптечки огнетушителя исправность системы управления но главное конечно же синхронность срабатывания на всех колесах тормозов проверяли трактора погрузчики экскаваторы прицепные устройства среди трактористов были те кто является как принято говорить старожилами в общем работаю здесь восемьдесят восьмого года прохожу техосмотры вроде бы всегда ну хорошо проходим и сейчас вот тоже закругляемся концу думаю подходим вроде никого не забраковали 6 лет я провожу в совхозе техосмотр с вами коллегами но и хочу отметить что подготовка на очень высоком уровне то есть можно сказать что здесь коллектив работает над поддержанием техники была проведена работа серьезная работа то есть нареканий практически нет одно единственное замечание по трактору не работал одна лампочка тут же устранили вот рулевые механизмы двигатель без подтекания гидравлика в порядке тормоза все очень хорошие все тормозит работает то есть пока нареканий нет техника подготовлена выявлено у меня два случая непрохождения но это связано больше даже не с техникой а с государственными номерами так что ставлю вам твердую пятерку техника хороших стоит номера поменяются вы сейчас тоже на своем посту выполняете необходимую для нашей страны функцию поэтому видно отношение до техника далеко не новая у техника вся подготовлена техническому осмотру поэтому со своей стороны хочу выразить вам слова благодарность за ваш труд и за те усилия которые вы приложили экзамен прошли на отлично как инспектор технику подготовили в такой ситуации это было довольно проблематично хочу всех поблагодарить за управленную работу самое большое богатство которое есть совхозе это люди это коллектив это вы в первую очередь на ваших плечах лежит такая большая ответственность и не только за производство продукции которая является одну таким финансовым залогом обеспечения жизни предприятия но и вообще в целом производство продукта который мы все с вами едим едят наши дети и так далее еще раз большое спасибо за ваш труд за вашу подготовку я думаю что и пал николаевич и все остальное руководство совхоза может быть уверена этот сезон пройдет не хуже я думаю даже лучше чем все предыдущие я очень переживала как пройдет этих осмотра учитывая то что в самом деле техника далеко не новая техника вся импортная запчастями проблема я очень переживала но судя потому что вам сегодня поставили 5 это замечательно я вас с этим поздравляю поздравляю инженер коллектив инженеров спасибо вам за работу спасибо за то что вы так подготовили технику я вам желаю конечно крепкого здоровья чтобы вы сами не болеют правда пандемии уже нет владимир владимирович одним днем нас вылечил слава богу у нас нет теперь пандемии но я другие вирусы ходят другие болезни есть и вы пожалуйста не болейте берегите себя удачи вам удачи нам всем на этот сезон мы как никогда не только в стране тяжелая обстановка в совхозе тяжелая обстановка но мы стоим и мы выдержим мы отработаем этот сезон с вами я надеюсь на отлично еще раз спасибо вам дружно и слаженно идут подготовительные работы мы уверены что даже сложных условиях профессионализм коллектива сумеет нивелировать последствия западных санкций и каприза российской погоды с вами был дмитрий мартышенко ты вас совхоз подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой на это видео в своих социальных сетях а также поддерживайте нашу работу донатами спасибо за просмотр до скорых встреч